Я об одном деле хочу рассказать, после которого, хоть и уважали меня, но после этого дела, просто нас... Вот, ах, ах, Лидия Филадоровна, позвольте, проходите. Вот, например, ВВС, изолятор временного содержания, из фирмы, изолятор, на сельском привозят еженедельно или два раза в неделю по требованию для работы с пациентами. Но этап. Вот утром, значит, поехали отвозить в тюрьму с теми, кто уже все, пока их выведут, пока их обыщут, пока с личными делами, значит, все это не сверят, заведут в накопитель, потом автозак, потом то же самое по личному делу, поэтому их выводят по одному в автозак, пока загрузили, вся эта процедура вывезли. Это занимает где-то часа полтора-два времени. Все. В это время никто, ВВС, ни туда, ни оттуда. Ну, особенно туда, конечно. Там никого. То же самое, когда завоз, как мы говорим, привозит автозак из тюрьмы сюда, ВВС. Процедура занимает тоже. Пока рассадят, пока... Ой, тоже часа два. Оп, влетает в день как раз в четыре часа. А работать-то когда? А у меня адвокат. А у меня там, значит, еще часть следственных действий запланирована. Я прибегаю, говорю, это... Пошла. До свидания. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Это государство в государстве. Совершенно никому. Хоть министр там. Да насратьте, извините. Ну, вот после этого дела Кривого так в любое время дня и ночи. Дзинь-дзинь. Звоночек там, значит, ВВС. Тот там. Это я, Лопатина. С дорогой душой, приостанавливаем этап. И, Федоровне, проходите чай, кофе. Присаживайтесь. Вам кого? Вот так. А почему? А потому, что... Последственные обвиняемые по делу... Гражданин, будем так говорить, да непокойный. Его расстреляли потом. Поэтому дело, кстати, это мой единственный расстрельный приговор. Потом вскоре мораторий на смертную казнь. Ну, вот так. Николай Крылов. Царство ему небесное. Вот и приговор привели в исполнение. Так вот. Это совершенно был неуправляемый. Абсолютно. Вот таких подследственных не видела ни одна тюрьма. Вот честно вам говорю. Заезжали, значит, его в Новосибирске. Совершил он, значит, он, так сказать, гастролер, будем так говорить, из Иркутской области. Вместе со своим братцем начали свою, будем в кавычках, карьеру, убийственную, воистину, с нашей бедной республики. Здесь они совершили два убийства. Естественно, они были темными, как и говорим, не раскрыты совершенно, но никаких следов. Совершили и на этой машине, из-за которой совершили убийство, они ломанулись дальше. До Новосибирска. На Сибирске совершили убийство. В Омской области совершили два убийства. И так далее. Короче, семь человек. Так замочили, ни за что, ни прошло. Ничем не пожалелись. Вот, так сказать, убили машину, завладели ею, так сказать, и она. Сели, доехали, сожгли. Дальше убили. И вот так вот. Вот со своим братцем. Ну, скажу о личности вот этого Николая Крылова. Сам-то он психопат конченный. От морозок, ну, в клейма состояние. А почему? А потому что достаточно молодой год, еще в несчастливом возрасте. Он, по-моему, за хулиганство, ну, часть вторая, там, небольшенькая такая, года на три, был осужден. А потом, не выходя из колонии, еще раз осужден, еще раз осужден, еще раз осужден, потому что и там он был абсолютно. Он мог повару в колонии, извините меня, где там все по струночке строят. Он мог, не понравился суп, он, значит, кипятком в морду повару мог вылить. Он вылезал там из карцеров и камер тюремного типа. Это просто, ну, конечно, от такой жизни еще больше психопатом станешь. Но, тем не менее, 11 лет он отрубил, от звонка до звонка добавляли, добавляли, вот так. Освободился. Лет ему было, однако, да, где-то 28, вот так. Ну, он совершенно не убийств. Братец у него младший, братцу 20 лет. Несудимый, не привлекался, не был ни в каких этих. И вот, то ли наслушавшись, так сказать, раскрофорота о всех этих прелестях тюремной жизни, то ли уж не знаю почему, но, тем не менее, для него старший брат вот этот, так сказать, конченый уголовник. Фу, свет в окне, он, так сказать, на него молиться надо, это икона. Вот, как он, так и я. И вот поехали они в фестиваль вдвоем-то. Вот и на фестивале, вот таким вот макаром. Ехали они на машине Омска, мужа с женой они убили, на их машине из Омской области, они как раз и направлялись на Новосибирск, возвращались уже с гастроли, так сказать. И вот новосибирские гаишники, они, там их допрашивали, они сказали, если бы мы знали, кого мы задерживали, мы бы в жаженье не сунулись, потому что это был какой-то кошмар, такого, это кино и нет, честное слово, потому что, что им не понравилось. Да, по сути дела, ничего, какая-то вот мелочь. То ли чуть-чуть с превышением скорости, то ли еще, ну, то есть, ни о чем. Они и знать не знали, кто это такие. Они, значит, им знак остановки, значит, плевать, они еще дальше, те за ними погнались, сдуру там. Несутся до машины, тут, значит, они уже начали, мало того, что зигзагом, по всяким тупикам, там, через железную дорогу или через шлагбаум, сбивая, бог знает что, значит, младший братец, еще старший был за рулем, младший братец начал выбрасывать все из салона, буквально все, сидение. Ну, представьте себе, когда несется машина на дикой скорости сзади, и тебе, значит, под колеса бросают там разные предметы. Если чего, с ума сойти. Ну, в оконцовке, уж не знаю, кому повезло, то ли гаечникам, то ли кому. Короче, как-то так они заехали в какой-то прям тупик, и все, и остановились. Короче, бросили машину, выскочили, бежали, я за ними. И вот старшего братца удалось задержать, а младший-то слинял. Вот этого братца-то они взяли и повезли его, бедолажку-то, пока, в милицию. Тут что-то как, а ориентировка-то уже пошла. В дежурной части быстро как-то так вот, ну, все к одному, видимо, так тому и быть. В дежурной части уже была ориентировка об убийстве, то есть обнаружили уже трупы супругов убиенных, и что машины завладели, и что за машина, а вот какая, о, милый мой, и вот это да, оказывается, вы не так. Гаечников чуть-чуть удар не хватил, мама мия, это что же нам грозило-то? Это ж вообще же кончено. Жесточайший убийство. В общем, короче, в Новосибирске начали, тут омские следователи приехали, естественно. Тут начали смотреть, что там и Новосибирск это убийство, а вот оно, тоже наше. А дальше-то уже больше работают. О, так еще и в Хакайсии за убийство, чудесненько. Ну, они, как всегда, везет, боже мой, за что? Ну, я к прокурору как-то говорю, боже мой, за что мне это? Да ну почему мне это все валится? Первое наше убийство, последнее, в середине, хоть где, но все равно мне все свалится со всех, так сказать, областей и краев, бог знает, прокурор-республики. Кто, кому многое дано, с того многого и спросится, и пошел себе смиротина. Ну, короче, как вы догадались, делится-то прилетело мне. Вот это огромнейшее несколько убийств. Так вот, в Новосибирске, когда задержали и арестовали Крылова, старшего, чего не было никогда за всю историю тюрьмы, и не только Новосибирской, его внутри тюрьмы по коридору вводили только в наручниках, причем застегнутые назад и с собаками с двумя, плюс конвой еще автоматами вооруженные. Вот так. И только. Не говоря уже, что куда-то там надо его вывезти, за пределы тюрьмы это вообще смертеподобно. И вот бедолажку этого, наконец, закончили там следственное действие новосибирцы, омичи. Ну, первоначально чисто вот такое. Закрепились, на-ки-на-ки, вам с удовольствием отдаем этого... Вот этого. Скотину, будет так говорить. И приехал он на автозаке к нам. Вот тут и началась веселая жизнь у нас теперь. Боже мой! Ремя ревели уже охранники и в тюрьме Медосинске, а уж когда ВВС сюда привозили, все. Это было нечто, потому что он ломал все, что угодно. То есть, хотя там все защищено решетками, вот там лампочки положим, все это разбивалось, все это разламывалось. Нары, которые вот такие вот штыри, значит, там закрепляются, вот эти доски-то или что. Все это выламывалось, разламывалось. Ну, жизни не было заключенным, все зашелканы в камере, вы же одного не поместите, потому что... Да и возможности нет одного держать. Короче, наплакались. Мама миа! Как, если привозить сюда, все, тушите свет и сливайте воду тоже. Ну, начала я с ним работать, и вот такова, значит, естественно, контакт. Коля-то, коля-се, поговорим за жизнь, покурим, значит, с чаем, кофе там. О том и сем. Мне же надо, чтобы он все рассказал об обстоятельствах убийства, потому что закон требует установления малейшей, так сказать, всех подробностей. Если их было двое, положим, не дай Боже, когда участвует несколько человек, там надо установить роль каждого. Не применишь, кто, сколько, куда и как. Ой, а у меня младшего-то брата еще нет, его ищут, он сбежал. В розыск союзный его объявили, а мне-то от этого не легче, без него-то я никак не обойдусь. А Коля молчит у меня и не рассказывает, где он, сколько брат, сколько куда, как пошли, куда пошли, ну, то есть, все эти обстоятельства. Вот с этой целью-то я его всячески так создавлю, хотя все это чудненько по концовке он сказал так. Разговариваю только один на один. Вот, следственная камера, ты и я. Охранников, чтобы близко не было даже. Охранники, вы что? Вот он у вас удавит, как котенка. Ну, действительно, тут вот мы с ним сидим рядом, чик, одну минуту хватит, даже мякнуть не успею. А что делать? Ну, а иначе нет. Ну, буду. Я с ума сошла, ай-яй-яй, ой-яй-яй. Верещали-верещали. Не одеваться некуда. И не потому, что я такая вот храбрая, там, ну, просто, ну, так надо. Интерес и дело, вот и все. Ну, что без этого мне никак не обойтись. Вот так я начала с ним работать один на один. Бог миловал, конечно, от покушения на мою драгоценную жизнь, но мы договорились, что знаете, до чего, концовки, вот, пользуясь моим, так сказать, расположением, вот таким, чуть ли не дружественным, на короткой ноге, в концовке, значит, под конец расследования, чуть ли уже, он полгода уже, где-то, наверное, отсидел. Он говорит, а вот, знаете ли, Федоровна, я вот тут поразмыслил, я так думаю, что вы способны организовать побег, не организоваясь. Я говорю, с ума сошел. Да это невозможно совершенно. Он говорит, да запросто. Вы все, значит, здесь все выходы и ходы знаете. Я вас якобы беру в заложники, а у вас ребенок маленький совсем. Вы скажете, он мне припугнул, что ребенка, значит, там замочит. Братья-то у меня на свободе, извините, мы с ним связь-то держим. Всяко-разуме. Так что вы его найти не можете. А я-то вот. Вот и так, вам-то ничего не будет. Вы из-за дочери, вы, так сказать, из-за ребенка. Да и своя жизнь, своя рубашка ближе к телу. Вы, верите, охранники вооруженные. Ну, это совершенно невозможно, такого не было. И вот так он меня склонял по всякому разному. Вот настолько проникся, так сказать, моим дружеским расположением. Хотя Неров-то истрепал изрядно. Поскольку не управляем, и психопат конченый. У нас один труп был не обнаружен. То есть у нас, в принципе, было одно убийство, о котором было известно, по которому мы привязались. Ну, по нерасследованию выяснили, что он убил еще одного у нас жителя Савиногорска. А трупа-то у нас и нет. А без трупа-то, извините, так и никак. Потому и причину смерти нельзя установить, и вообще обстоятельства нельзя установить. Вот вы не доположите труп-то. Уж будьте любезны, товарищ следователь. Ну, что у нас только вот, например, в море, если, например, утонул, да еще куча очевидцев. Ну, извините, тогда ладно, уже без трупа, потому добыть его, ну, никак невозможно. А здесь ищите уж. И вот мы начинаем искать. Где-то там, за Баградом, там Пайгар. Там где-то Сопки, там где-то... Боже мой, да я и место-то не наряду, ну, так надо искать. Вы обязаны принять все ищи. А по ищи законным мерам. Пока вот не убьешься, извините, вот, ищи до присинения. Надо выезжать с ним. Овчарки, собак, охраны, значит, всего на свете. Вот мы, машина, это все настолько сложно все это организовывать. Выезжаем на следственный эксперимент, искать труп закопанный, который вспомнить даже не может. Но надо. Солдат, значит, мы договорились с воинской части. Вдруг цепью, так сказать, вот солдат, порядка 50, наверное, человек было. Мне самой, кстати, их пришлось и кормить. А кто их будет кормить-то? Голодные же. Бегали мы по всем городам. Я в жизни столько не бегала по горам, по тайге и вообще. Ну, первый выезд. Загрузились, все. Поехали вроде как. Поехали, на видео все снимаем, все как положено. Доезжаем до Баграда. Уже это не близко. Все организовано как-то. Так. Мои условия, гражданин Крылов. Во-первых, наручники снять. Я... Э-э-э-э. Инструкция не положена, порядки задержания даже никогда и никуда без... Я сказал, наручники снять, собаки убрать. Охранникова, значит, вообще там бог знает где. И я буду вот тут по тайге и по этому расхаживать и смотреть. Ть-ть-ть-ть-ть. С дуба рухнут ты что ли? Ть-ть-ть. Вбега ты уже ударишься. Ничего не знаю. Либо так, либо этак. Вот сидим мы, уговариваем. И так, и этак. Нет, ни в какую. Условия вот таковые все. Я уже в оконцовке. Говорю, да... Толя... Ой, извини, Николай, Толя. Толя был. Забыла. Я говорю, Толя, ты в оконцовке... Телись в какую-то сторону. Ты видишь, сколько людей мы собрали. Такая организация сложнейшая. Ты, говорю, ни туда, ни сюда. Мы едем, в конце концов. Или... Ах ты, телись на меня, сказала. Ах ты... Ну, и тут я выслушала все. Кто я есть на самом деле? Ну, сам к нецезурных выражениям. Все, никуда не едем. Возвращаем. Да, ё-моё! Ну, и что делать? Вернулись. И так мы принимали вот несколько таких попыток. Ну, в оконцовке мы нашли, конечно, труп. Чего нам это стоило? И слепшего уже всякое. На день мы не нашли. Вот так. И... Чтобы о нем еще... Да, вот чтобы закончить эту попею-то с этим окаянным Анатолием Токрыловым, братцы через полгода все-таки в Иркутской области задержали, этапировали сюда. Ну, думаю, ладно. Чего мне не сказал Анатолий? Не захотел. Уж этот-то... Ладно, этот, про жены, рейсы, девицы, ай-яй-яй, или мы оставим не один. Конечно, чего уж там. Сказал, нет, значит, нет, останьте все. Тем более вот такой. А уж братец-то младший, 20 лет, нигде никуда, нигде не был, ни наших заморочек оперативных, ничего не знают. Здесь он как миленький все у нас и расскажет, и всякую ясность и внесет. На. Он, пока Собский сказал, ненавижу, всех ненавижу, я буду убивать. Меня не расстреляют, я выйду все равно, я выйду и буду. Я не меньше 30. Мы с братом наметили, не меньше 30 человек положить. А просто так. Вот я, это, так сказать, завет моего братца-то старшего, и исполню. И вас-то в первую очередь положу. Ну, понятное дело, как же враги. Короче, никак он, никуда. Вот тут я, так сказать, проявила самодеятельность некоторую процессуальность. И, наверное, даже безграмотность. Ну, просто, ну, деваться, обозлил он меня вот до невозможности. Привезли его из ЭВС в бюро соединенной экспертизы. Взять нужно было образцы его крови для производства экспертизы. Заводят его на второй этаж к биологам. Кров у него, значит, из-за яна взяли, все эти образцы, которые не на есть. Ну, все, с миром надо его дальше отправлять. А я сама себе думаю, ну, как нам, миленький, ладно. То, что ты убивал там где-то когда-то, все это как бы прошло. А ну-ка, я сейчас на тебя посмотрю, как среагируешь на труп у вас сейчас. Когда я тебе во всей красе определен. На первом этаже морг. Я ребятам говорю охранникам, так, ребята, на первый этаж морг. Я, что, я, надо. Иду за ним, завожу его. Как раз вскрытия, так сказать, идут полным ходом. Представьте себе несколько цинкованных столов. Запах соответствующий там всегда. Ужасный, вскрытая, кстати, все на растопашку полностью. И черепая все. Ну, зрелища, конечно, нет и слабонервная. Вот завожу ли я его и говорю. Смотри, говорю, скотина. Сколько ты людей положил. Вот. Ты посмотри, сколько ты горя принес. Ну, тут вот такое воспитательное беседу. Побледнело весь, залужал и молчит. Думаю, так, сейчас, я говорю, все, теперь уйдите. И бегу потом следом. Тынь-тынь-тынь. Выраз. Думаю, сейчас он миленький. Весь из себя, раз это, убитый таким зрелищем. Он и вовсе обозлился. Это, что исследовала. Вообще. Уйдите все. Все. Никогда никому и ничто. Все. Следственное действие со мной даже. Даже из камеры меня не уводите. Не пойду никуда. Хоть меня вот наверег, так сказать, и все. А я думаю, дура я, дура. Ну, что? Сделанного не вернешь. Что мне оставалось сделать? Ни на что никуда не реагирует абсолютно. Вожу уже старшего брата. Я говорю, Толя, ну, давай, ну, поговори, говорю, с братом. Ну, не управляем мы совершенно. Я говорю, ну, мне же надо работать, ты меня-то пойми. Так сказать, волк у телятя начал или наоборот выпрашивать. Я говорю, ну, поговори-ка с братом, Толя. Ну, в конце концов, говорю, ну, так же нельзя. Себе же хуже, говорю, дело. Да и вообще для дела. Мне нужно записать. У меня тут магидафончик, диктофончик, все-то разные. Ну, надо мне, говорю. Ну, надо и все. Будь человеком-то, в конце концов. Ну, не совсем же ты, говорю, пропащий. Согласился. Все, так, так. Выводите сюда, подельников пути нельзя, конечно. Ну, в следственную комнату. Так, оставьте их обоих, пусть поговорят. Поговорили, ну. Ну, ладно. Ну, так, через пеник-колоду, тем не менее, значит, вот такие ситуации. И, чтобы закончить по этому делу, приговорили его к смертной казни, по большей мере, наказание старшего, младшего, в деле 13 лет лишения свободы. Уже освободился, ну, на сегодняшний день, понимаем. Так что интересно, вы знаете, когда я уже дело закончила, да нет, еще даже не закончила, на провязанности было, на то ли что-то наехало, не знаю, то ли проблески у него какие-то совести, то ли уж прямо вот не знаю, чем можно объяснить. Видите, он начал вешаться без конца. То вскрываться, и она непременно, значит, лампочку там разобьют осколками, то его из петли, и здесь, и в тюрьме несколько раз вынимали. Да лучше бы вы не вынимали, в конце концов. Нельзя. Инструкция, гдим во все глаза, и дай бог же, это скандал, что смерть заключенного. Огребемся ото всех, и из-за вся, нам такого не надо счастья. Вот так вот, значит, он блажил-блажил, пытался-пытался, разговаривала с ним на эту тему, ну, не хочу уже идти, ну, ладно, бог с тобой. Закончили дело, с миром приговорили его к смертной казни, может, у него за столько трупов-то и была, все-таки надежда, что максимальный срок лишения свободы, но не случилось. И вот как только приговорили его в высшей мере наказания, вот тут начались жалобы. Ой, ой, помилуйте, помилуйте ради Христа. Тут уже все. Ну, что касается расстрелянных приговоров, как мы говорим, вы знаете, эта песня очень долгая и, ну, очень шебутная. Во-первых, по делу не должно быть ни сучка, ни задоринки, ни единого нарушенница, вот даже самого маломальского. Приговор должен быть конфеткой. Все говорено, любые противоречия, любые, значит, там, ну, все абсолютно. То есть обосновать нужно так, ну, чтобы комар, как говорится, не подточил. Потому что, ну, Верховный суд Российской Федерации-то само собой, он, значит, рассматривает касационную жалобу, ладно, оставили без удовлетворения. Песня долгая тоже. Оставить приговор без изменения, жалобу без удовлетворения. А-а-а, и все равно, у него есть в порядке надзора еще, в порядке надзора опять запрашивают. Кстати, расстрелянных всех, кого приговорили к смертной казни, их сразу приводят в одиночную камеру, в Краснодарсквозе, там специальная камера только для этих. И вот в одиночке. Кстати, он до вступления приговора, до исполнения, вернее, приговора, проследил в одиночке три года. Немало. Немало, надо сказать. Так вот, потом, после Верховного Суда, Верховный Совет, туда, там дело изучается, всех концов уже как только не обстаскивается. Ладно, изучили, оставили без изменений. Президент на эту пору уже образовался у нас в России. Президенту еще можно обратиться с заявлением о памятном и так далее. Вот так вот, вот эта вот сестра пляска и длилась три года с момента вынесения приговора. Только через три года привели в исполнение. Таким вот макаром. Ну, как вы понимаете, вот после этого это дело, тогда и пошла, так сказать, слава великая по всей земле российской, можно так сказать. Какая я вся из себя, вот, храбрая и замечательная. Хотя на самом-то деле вовсе и не так. Я вот именно по этому поводу заканчиваю. И так уже припозднилась. Припозднилась.